доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити несколько часов назад я выложил на мой взгляд очень интересное видео по так называемому нормативному профилю mmpi сейчас на ваших экранах вы видите тот же самый профиль того же самого человека который 8 декабря прошел обследование по этой методике и под видео предыдущем видео мне задали на мой взгляд тоже очень интересный вопрос рассказать о тех результатах которые мы получаем вот это некая экспериментальная функция мы видим результаты по времени другими словами каждый столбик отображает то общее количество времени которое человек затрачивал при ответах на каждую из этих шкал но от обратите внимание шкала лжи 1,7 6,9 от 100 процентов одним словом действительно это очень экспериментальная функция до нас наверное никто таким не занимался относительно методики mmpi то есть можно четко представить сколько времени человек думал над вопросами конкретной шкалы то есть понятно что вопросы разбросаны некоторые вопросы работают на несколько шкал но тем не менее получается выделить а сколько же по времени соответственно затрачено на тот или иной как это сказать даже на ту или иную шкалу вот говоря пара простым языком то есть допустим шкала истерии и мы соответственно с вами видим что значит 10,4 процентном отношении человек затрачивал на ответы на вопросы по шкале истерии истерии истерия результаты значит тут некий и практический смысл мы видим на данный момент и анекдотичный смысл второй момент и третий это действительно какое-то новое научное знание значит практический смысл ну во первых первое результаты по времени являются все в целом являются определенной шкалой лжи соответственно мы видим что значит человек действительно тратил это время на как и на какие-то вопросы время затрачено адекватно на какие-то неадекватно да то есть если допустим человек отходил отвечал на вопросы там отвлекался что в общем-то возбраняется в ммпи допустим пошел попить кофе там проходя дома это обследование или где-то на работе то мы видим что высокие показатели допустим вот как данном случае по девятой шкале ну они выходят за рамки нормативов то есть в среднем они должны быть где-то по серединке они выходят и мы соответственно говорим да вы вот отвлекались то есть человек сам того не осознавая с удивлением обнаруживает что мы видим насколько ответственно он подходил к ответам на эти вопросы на эти утверждения методики ммпи то есть первое в принципе результаты по времени можно расценивать как шкалы проверочные шкалы смотреть сколько как чего человек действительно тратил не выходят ли они и неадекватно ли не быстро прощелкивались допустим когда человек вообще это часто достаточно встречается в частности в клинике да и условно здоровых лиц когда действительно люди подходят ответом формально и соответственно мы это по времени видим что просто вопросы были прощелканы то есть не не задумывался человек над ними пытался исказить результат просто прощелков результаты теста в компьютерном именно варианте тестирования ну и бланком это тоже иногда происходит специалист это дело отслеживает то есть вот это практически смысл шкалы как бы еще одна шкала недостоверности а вот именно правильности прохождения наверное другое пока трудно название подобрать правильности прохождения методики это первое второе анекдотичность всего этого да то есть действительно иногда мы замечаем и понимаем что люди ну просматривают методику ммпи поверхностно невнимательно в этом случае в случаях когда человек осознанно искажает о себе результаты результаты очень ну я вот как бы в продолжение этой темы результаты по времени крайне низкие мы получили большое количество результатов по методике ммпи по этой самой нашей программе она абсолютно точная верна в своих расчетах мне нет ни одной ошибки несколько сотен может быть тысяч исследований есть у нас в лаборатории специалисты которые этим занимаются исследуют пока мы установили только несколько несколько корреляционных связей не буду пока раскрывать все результаты но открою только лишь один шкала лжи то есть вот есть четкая корреляция между тем то есть она на высоком уровне находится между тем есть корреляции по другим шкалам они менее значимы но по шкале лжи четкая корреляция соответственно с показателем в т-баллах то есть чем выше шкала лжи в данном случае в т-баллах да тем меньше времени затрачивают человек на ответы на эти вопросы как это и предназначенной инструкции то есть чем ниже чем выше так секунду до чем ниже шкала лжи тем эти вопросы быстрее тем на эти вопросы быстрее человек отвечает вот это по шкале лжи очень высокая степень корреляции если по исследованиям вообще надо сказать что данное сочетание то есть т-баллы временные показатели это ну может быть не один десяток кандидатских диссертаций для любого специалиста то есть если мы берем базу данных и видим там предположим не 10 не 20 не 30 не 50 не 100 даже не 500 а тысячу исследований замерений по отдельным людям то это работа на многие десятилетия продолжение развития понимания того что значит содержит в себе методика mmpi и какие результаты она дает кроме того когда мы задумывали тоже как бы можно сказать четвертый результат применение результатов по времени это очень сложный достаточно вопрос я уже сказал о некой добропорядочности и искренности не знаю как по-другому назвать при ответах на вопросы mmpi с учетом шкалы времени но это задумывался отчасти как некий ассоциативный эксперимент то есть какие ассоциации бессознательные да то есть вот вы специалисты меня поймут есть ассоциативный эксперимент человеку задается стимул допустим слово стол и он как можно быстрее должен прореагировать на это слово или хлеб или там рыба какое угодно слово человек реагирует то есть можно оценить тугоподвижность орбидность мышления если человек долго задумывается или же допустим ускоренность манию да то есть когда ускоренная реакция на те или иные в норме это полторы-две секунды максимум соответственно это также задумалась как шкала проверочная шкала бессознательной реакции человека на представленные ему утверждения то есть речь идет о неком таком психоаналитическом отчасти да то есть динамическом подходе когда мы пытались задать получить результаты показатели бессознательные то есть по сути говоря реакция по времени задумывалось изначально первую мыслю у нас с коллегами там сидели разговаривали задумывалось как оценка бессознательной реакции реакции можно сказать организма если упрощать очень сильно да то есть вот того бессознательного классическом понимании динамического подхода а то есть фрейдиского психоаналитического аналитического, динамического подхода, прежде всего, в оценке психики человека. Изначально была такая мысль. В дальнейшем, значит, стали понятно, когда появятся цифры, мы начали заниматься банальной статистикой, специалисты мы стали этим заниматься, строить корреляционные связи по разным критериям, оценкам и так далее. Но изначально самая первая мысль была, это бессознательная реакция человека на поставленные вопросы. Это как, если условно говоря, сильно-сильно упрощая, упрощая, как детектор лжи, полиграф. Когда человек реагирует на какие-то поставленные вопросы своими физиологическими реакциями, частотой сердечных сокращений, пульсом, какими-то еще вещами и так далее. То есть это было задумано изначально как полиграф. Потом это, конечно, стало вырастать уже в более материальные вещи. Но слово бессознательное тут у нас при задумке присутствовало. Кому будет интересен этот момент, может мне писать на электронную почту, уважаемые коллеги, задавать вопросы. Даже, возможно, я могу поделиться с вами какой-то информацией, текстовой, числовой, чтобы вы могли эту историю продолжить. То есть попытаться оценить какие-то варианты, виды, результаты, сочетание Т-баллов по методике MMPI с результатами по времени. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok